Продукты и товары первой необходимости с доставкой на дом. Волонтеры оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса продолжают оказывать помощь самоизолированным гражданам. Сегодня добровольцы осуществляют патронаж в отношении семи семей, находящихся на двухнедельном карантине. С одним из них познакомилась и наша съемочная группа. По окончании рабочего дня волонтер Сергей Езенгов направляется в магазин. Сегодня в списке его покупок – куриное яйцо и сосиски. В соседний магазин идем за свежим хлебом. Этот набор продуктов предназначен для семьи, которая находится на карантине после возвращения из-за рубежа. Пишут смс, список продуктов, каких-то вещей необходимых. Идешь в магазин, покупаешь, приносишь никакого контакта, оставляешь у двери, звонишь на телефон, все. Доставка произведена, потом деньги отправляют тебе на карточку. Во дворе дома семьи Поповых и вовсе появился пункт приема передач. Его вылепили из снега. Туристы на прошлой неделе вернулись из Таиланда и добровольно самоизолировались. Ведь когда в мире объявлена пандемия, очень многое зависит от ответственности и сознательности человека. Мы сразу по приезду, естественно, позвонили на горячую линию. Нас направили по телефону, куда нам еще необходимо позвонить, сообщить о своем приезде. Также я сообщила руководителю о своем приезде. Ну и где-то, наверное, через полчаса у нас уже были медики, взяли у нас соответствующие анализы. Привезли нам уведомление о том, что мы находимся на самоизоляции и необходимо не покидать пределы своего дома. Интервью с Марией мы записали по скайпу. По словам девушки, новость о двухнедельной изоляции они восприняли спокойно и даже нашли в этом массу плюсов. Да мы не оцениваем это больше как изоляцию. Мы оцениваем это как возможность сделать то, чего мы в обычной жизни не можем после отпуска сделать. Вот провели весеннюю уборку дома, планируем вечером лепить пельмени. Посмотрели всякие ресурсы, которые сейчас доступны для самоизолированных. Узнали, что Большой театр проводит, например, онлайн-трансляции бесплатные. Театр Мечиковского в 7 вечера выступает тоже бесплатно для всех желающих. А также нашли онлайн-курсы бесплатные по английскому и йога. Две недели йоги. Семья Поповых яркий пример того, что во всем можно найти и положительную сторону. Так что если вы возвращаетесь из страны с неблагоприятной эпидемической обстановкой, смело сообщайте по телефонам горячей линии. Там же можно оставить заявку на подвоз продуктов. Напомним, в режиме самоизоляции гражданам в течение двух недель запрещается покидать собственное жилье. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. В свою очередь добровольцы помогают таким семьям в приобретении лекарств и товаров первой необходимости. При этом взаимодействие происходит дистанционным способом. Ирина Никешина, Алина Ваучейская, Вадим Стасюк и Владислав Ткачев. Телеканал Север.